Двойной центр сидит в e-home, кстати, я тут обратил внимание, что стена похоже на гиперстол, ну вот это сверху. Да, и правда. Это диск тот самый. Это ты пришел к выводу или тебе в твиттере написали? В твиттере? Мне написали как-то. Тяжело было предугадать. Ну, естественно. Мы, собственно, так и анализируем. Сидим там, что-то читаем, что этот, ну вот вроде бы хороший герой, Артуру в твиттере пишут другой, и он начинает спорить с нами. Я обычно надеваю наушники в самом конце игры и слышу, как комментаторы говорят, ну и вот, конечно, тот смог был решающим. Я такой, о, хорошо, и я ему сразу подбег, говорю, мне, мне слово первому, и говорю, кто, собственно, тот смог там был. Секрет производства раскрываешь просто. Ну, конечно. Кому теперь мы нужны? Ну, не все так умеют. До этого сюда думаться надо. Я просто смотрю там, и вижу героев, которые ребята спамят, и предлагаю, вот, говорит, вот неплохо заедет этот герой, я считаю. То есть тебе в личку там еще ФНГ спамят, да? Operation, Operation, вот, соццены. Это я ему в личку спамил, Operation, Operation. Понял, понял все. Джекера со спамил. Он говорит, да достал, ладно, возьму, только заткнись. Ну ладно. Возможно. Собаку забанили, you home. Как же без собаки? Очень напугался. Так в смысле? Ктускар Найт Сталкер это герои, которые вначале очень сильно жмут, а собака это герои, которого можно вначале сильно жать. Они банят сами эту собаку. Странно. Трамваи не ходят кругами. Ну и так. Минус клак вверх, минус леконтрол. Респект бан леконтрол, очевидно же. Ну да, очень хорошо себя проявил. Лекон думает, не хотим еще раз сражаться против пса. Вдруг покусает. Лучше забаним. Вдруг он не привитый от бешенства. Что? Ну, собаку надо бешенства привить. Иван, что тебе объяснить? Тут, в общем, сейчас ЛГД в своем стиле забанят что-нибудь и возьмут сейчас визажа просто на третий и скажут, ребята, мы опять по нашей схеме. Жаль без собаки, но по схеме нашей. Ну, собственно, никто им не мешает, да? Главное, что будут играть по схеме. Работаны. Или визаж без собаки не работает? Возможно, нет. А брудмазер работает еще раз? Возможно, да. Я хотел сказать, что пирокоптер надо брать для сейлора, потому что это и есть та самая острота. Сейчас еще какого-нибудь Рубика, визажа. Ну и для Ротикея Клокверка. А он в бане. Шейкера. Вот этот герой. Все по старым чертежам. Ой, LGD, LGD. Каким-то чертежам, как будто бы там есть один такой свиток, знаешь, где один пик написан. Ты его каждый раз разворачиваешь и такой, опа, герой коптер. Эмбер спирит. На папирусе таком, да? На очень древнем папирусе из 2012 года, но только Виберна добавилась, потому что ее не было. Ну, впрочем, и Эмбер. Ну, вместо антимага и кого-нибудь другого. Вместо антимага и шадоу демона. Я не уверен, что герой коптер в 2012 году был. Был, был. Уже был. А, ну да, да, да. Я в 2012 году, вот ровно в 2012 году, перед Эмтом говорил, что на каком-то антимага точно герой коптер всех убьет с рапирой. И он убил на 13-ом, а не на 12-ом. Визарптор. Да. Визарптор. Вместо визажа, молодец. Вместо визажа, молодец. Да пойдет. Бойнухи уль сбивать, а че нет. Взяли и подгирыча. Ну, такое. Пока что у E-Home я вижу опять вот четыре толстяка, которые будут сказываться, сбегать, прыгивать, давить. ОLGD. Весьма пассивные два саппорта, которые без помощи корт-персонажа загангать не могут никого. Которые могут только на стадии лейнинга позонить что-то. И два таких весьма жадных корт-персонажа. Сейчас будет офф-лейнер как раз таки для ROTIKEA. Взяли и... Ну, Шейкер, если его лежат, да? Ну, не знаю. E-Home точно так же сейчас могут взять бруду и заставлять саппортов оставаться на топе. А это все-таки Дайер. А если они стоят, то эти два саппорта бомжа будут. Да, и вот эти четыре героя могут уничтожить просто всю карту. Ну да, там Тинни получит свой блинг, а будет убивать Дизераптора с Винтерверной просто по кулдауну. Ну, я беру в миде, соответственно, тоже будет тяжело, а он же в мид пойдет. И просто сейчас на ласт пик какой-то миде. Наконец-то себе ROTIKEA. Ну вот, сейчас... А, ну первый будет пикить ROTIKEA. А E-Home на ласт пик бруду реально все могут испортить, если это будет не арбуз. Да не будут они брать бруду в этот раз все-таки. Да почему нет-то? Ну, вряд ли, значит, сталкер будет керри или типа того. Я же так, что объяснил. Я же так, что объяснил. Почему бы и нет. Не, ну в принципе та, почему бы и нет. Так, после пика секретов вчера в финале там, правда, почему бы и нет, все что угодно может быть. Поэтому может быть и бруда, но мне кажется, что вряд ли. Но, кстати, арбуз здесь ничего. Все-таки куча милишников, тени подрезать урон можно знатно. Ну и, учитывая весь этот пик LGD, такой медленный, какой-то вязкий, на лейт. Все равно, что бы ты ни пикнул, ты победишь только в лейте. Но арбуз, соответственно, неплохой вариант. Эх, хорошо бы тут заехал Тим Версо. Но его, ну, слишком жадно уже будет для ЛКД. Да и Ротикейн, я боюсь. Да и Ротикейн, Ротикейн. Ротикейн, Ротикейн. Ротикейн тоже читался еще на третий пик. Ну и да, потому что Клокверк в бане, арбуза не берем. Дарксир тоже в бане, ну да. А этого парня он берет, так что да. Ну вообще, арбуз. Почему бы не горбуза взять сейчас? Эрс, шейкер. Они не хотят нас радовать. Постарина, чертежам. Они пихают в то, что очевидно. Шрак. О, или шрак. А еще интересно. Опять Ехоум выигрывает. Ну что ж, начинается вторая карта Ехоум против LGD Games. Посмотрим, сработает ли Шрак или нет. Слово нашим комментаторам. Да, конечно. Хе! Ехоум. Опа! Роботеров в 2014 году. А все бабки наебал? Сиди. Наверное, два. Сиди. Я проехал. Я лжды. Я мало, но я лжды поставил. Я поставил, что в этой карте будет меньше 40 тысяч фрагов. Все-все. Мы теперь точно в прямом эфире. Мы, наконец-таки, продолжаем смотреть с вами этот матч. А пока оставится это в понимании большое. Ну что ж, по этой карте, по уже оценке стадии трафта, как ты считаешь? Ну, вообще, учитывая то, с какой легкостью только что с Ехоум разобрались, мне кажется, они могут так же, как и Сикрет, вчера взять что угодно, сыграть чем угодно, и это будет хорошо. Просто выиграть, да? Это будет красиво, как говорится. Ну, я думаю, красоту хотят, конечно, увидеть наши зрители. Мы тоже хотим увидеть красоту. А я хочу увидеть от китайского дерби экшен. Я хочу увидеть полноценный. Ну, если бы прошлая игра была полноценным экшеном. Для ребят из Ехоум. А для LGD как-то не очень. Один чувак совсем не двигался, а второй его бил. Причем с каждой минутой все сильнее и сильнее. Достаточно экшеновый получился фильм. Ну, да. Да, собственно. Команда LGD. Ротк будет сложно у нас играть на Ашейкере. Мэйби в Миди, Эмберспирит, DDC, Суппорт Винтер Виверна. На своей легкой линии Сайлор, Гирокоптер и ММА Дизер Раптар. Ну, и ребята из Ехоум. Товарищ Old Eleven уже пошел на Тускаре в оффлейн. На легкой линии будет ставить Вайн на Лишаке. Слушай, там Тускара поймали. Прям сильно поймали? Прям совсем поймали. Ну, хотя жирный такой кабан попался, поэтому тяжело его убить. Будут еще одни Береджи, но по Таверлис не хочется совсем. Да, и отпускают его. Да, ну и ладно, он вообще будет играть на Бэйне. И, да, лучики на Тиннике. Так вот. Собственно, мы все с вами, дорогие друзья, знаем и видели, что есть Сетивай на Квапе. Я вам признаю, что Лишак от Квапы в данном случае не будет очень сильно отличаться. Потому что герой характера такого же. Он залетает, когда получив там необходимый себе уровень. И Снюков просто терзает всех. Я почему-то уверен, что Сетивай здесь будет просто разрушать всю карту. Мне так кажется. Ну, я вот сейчас смотрю на попытки, знаете, Сталкера задевардить. И выглядит это весьма миленько. Потому что вот такой вот необычный Сентряг Дайры успели воткнуть. И Сталкер обрызгал уже весь лес, все вокруг, кроме конкретно этой локации. Ну да, действительно, Сетивай такой неприятный. Здесь нужно выгрызать какие-то веточки, чтобы пройти. Вот он опять, он опять ест, он опять думает, что там что-то есть. У нас там в миде, что ли, на кого-то нападают. Ну, там, собственно, постоянно будут друг на друга нападать, ребята. Ну, снова дабл-линия против дабл-линии. Да, Мэйби тут при поддержке Винтерверна от EDC. С другой стороны, Алчики на Тиннике при поддержке Ланэ Монобэйни. Ну, тут опять Левана убивают. Если Рокот Бэрэджи, через 2 секунды появится. ММА здесь Климс ваткатил. Далеван спокойно на Гео уходит. Ну, как спокойно, конечно, терроризирует его здесь знатно, но пока жив. Это самое главное. Да, пока что действительно жив. Ланэ М очень классно в миде Мэйби разминает. Понимаю то, что срученький Эмберспирит получает просто колоссальное количество дэмэджа на первых уровнях. Да и на последних, по сути, тоже. Ну, и пользуется этим. Ну, да, да, надо Ланэ М помимо того, что на миде мешать фармить мэйби, так еще поделать стаков немножко для Тинника. Тинник, думаю, будет доволен, играя за Рейдинг, так вот переместиться разок в леса и зафармить с помощью одного каста. Ну, точнее, двух нюков своих, да, одного про каста. Ну, это будет немножечко попозже. Ну, сетевая, понятное дело, здесь будет находиться на фрифарме, на легкой линии. ЕС мало чем может ему помешать. Единственное сейчас для RTK занятия это кидать фиссуры, чтобы забирать часть скрипов с пачки и вот юзать нон-стоп своей Clarity. Ну, вообще, да, вообще он только этим он может заниматься, причем Леший это тоже прекрасно осознает и прогоняет его. Так, там у нас опять в миде набросились на мэйби, немножко его поизбивали. Вот покинул DDC, кстати говоря. DDC решил поделать стаков, я так понимаю. Но пока эти стаки делаются, мэйби не фармить. Это проблема. Да, еще и руну отжимают сейчас. Ой, да ладно, курьеру убивают. Да, а где убили-то? Сейчас тебе скажу, просто на речке. Просто на речке? Просто вот здесь. Норм? Ну, видимо, кому-то что-то несла и не дошла немножечко. Это Винтер Виверн с Артик Берном, она таких курьеров не прощает. Медленно передвигающихся, не летающих, скажем так. Да, ну вот Тинни сейчас с этим инвизом, вернее просто с Ботлом, то есть у него с маной проблем никаких не будет. Поэтому тоже Виверне нужно опасаться, он не побоится потратить на нее свой прокаст. Вместе с Бэйном, с третьим Бэйном, между прочим, там еще 160 дэмэджи лишних чистых, Виверне может это совсем не понравится. Да, неприятен тот факт также для мэйби, который вынужден на третьей минуте идти просто пешком до своей базы, Возвращаться с одним сапогом, прежним эйспором Маншилд и всего лишь 4 крипа он смог забрать. И как же его недружелюбно встречают Олд Чикен вместе с Ланэмом. Да, он только нажал флэмгвард, ему сразу же его сбивают, и мэйби теперь даже не может просто флэмгвардом подпушить как-то линию. Он сейчас, мы видим, отпевает Солд Чикен, он даже не особо парится над тем, что инвиз тратится как-то непродуктивно. Он прекрасно понимает, что все продуктивно, что нужно сейчас продолжать давить, чтобы Эмберспирит вообще ничего не добивал. И в итоге у Эмберспирита 4-1, в то время как 15-7 у Тини. Да, по Крепстату довольно серьезное, конечно, отставание у Мэйби. Видел я, как несколько раз Лотелевен избегал своей смерти, все-таки гоняют его довольно серьезно. Так, у нас сирен Винтерс Бла залетает на Олд Чикена, приходит также Дисраптор, есть Тандерстрайк, есть Глимс, Глимсует, возвращают Тинника назад. Мэйби был под Слипом, но вот он сейчас проснулся, и Олд Чикен начинает с помощью клэмгарда пробивать и делает First Blood, Мэйби. Хорошее подключение к Дисраптору. Хорошо, хорошо, действительно. Ну вот, возможно, Тускар не дал конкретную инфу на тему того, где может находиться Дисраптор, причем Тусик сейчас тут тоже изрядно пострадал. Ну, ладно, не слишком сильно, Флоу все-таки он был до момента нападения на гирокоптера, так что все замечательно. А там у нас на нижней линии сейчас КК находит Реген, кстати, Ротку он бы тоже пригодился, но Сталкер тоже доволен. Ну, да, да, да. В общем-то, Аотикей просто-апросто был отзонен немножечко и побоялся, что тут еще потянется и поможет на Сталкеру сделать фраг. Ну, в целом, вообще Дисраптор пока исполняет очень круто, Мэйби, LGD, потому что ему удалось, а, не пустить Тускара к фарму, Тускар имеет только-только второй уровень, который недавно получил, б, он поучаствовал в First Blood. Поэтому ММА пока самый активный игрок в команде LGD, где стоит пока очень хорошо. Ну, да, Дисраптор пока такой нагнетающий, мне это нравится, активные Дисрапторы. Тут, кстати, Виверну видят сейчас на хайграунде и могут на нее даже напасть через Тусика, но проблема в том, что Виверна тоже все видит, потому что у Виверны свой вард воткнут на холмике. И спряталась Виверна, пока Тинни, конечно, мог туда, наверное, пойти, но наверняка знать он не мог, что Дисраптор именно там. Ну, вот смотри, 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 пытаются найти сейчас эту Виверну, догадаются или нет, что Дисраптор спрятался вот в этой нише. Да, Сталкер просто побежал в лес, ставит вард, чтобы видеть, когда пойдет фармить многоаспаун и там тот же Герокоптер. А это вот хороший такой плюсик для команды вообще, которая не отдает стаки лишний раз противнику, то есть она знает, что под Герокоптер эти стаки будут делать, спот Эмер Спирита, возможно, если дать возможность, просто чужие стаки подворовать. Да, можно даже не только стаки подворовать, можно даже, допустим, отдавать эти стаки, но при этом забирать вражеских героев, то есть просто ловить их на том, что они тратят какие-то там свои колдауны на фарм этих крипов и вырываться уже после. Тут сейчас, кстати, вырываться будут на Сайлора и уже очень-очень серьезный экшен на карте, но там стоит вард у Сайлора, поэтому он видел приближение Ланэма и сюда идет перетяжка, а сам Сайлор улетает на нижнюю линию, потому что там уже нападают на Ситювая, хороший Рокетберридж, ворачивается от стана Сайлор и... Есть Силинг Селф, есть Силинг Селф, он его юзает и пытается мансить где-то в лесах. До конца идет Сайлор, есть Рокетберридж третьего уровня, но не достает немножко по Ситювай. Ситювай очень-очень-очень хорошо здесь все сделано. Качественно, качественно, красиво! Красиво! Джукинг! Да, Джукинг действительно качественный и Ситювай красавчик, что там так вот просто не погиб. В это время Тинни в миде дофармливает себе тоже еще немножечко XP, уже скоро будет шестой, будет чуть больше товарищ. Можно напасть на гирокоптера? Или на шейкера? Вообще, на кого-то тут нужно напасть. Не можно даже, а нужно. Так, ну вот поддержка только есть от Night Stalker. Будет ли этого достаточно? Сайленса все-таки нету, то есть можно дать один только Void. Дэмэдж, конечно, серьезный, но тем не менее довольно опасно, может самим подставиться. Ну там шейкеру больше и не нужно. Ему там молнию сверху накинуть, Void и там тычку с руки. Это да, но гирокоптер на развороте, конечно, может очень много неприятного сделать. Тем более, что у него сейчас появляется коллдаун буквально через одного крипа. Уже опасно. Ой, стан фиссура. Ситювай. Коллдаун залетает, Ситювай не выходит из рейджа и просто пробивает с руки его Сайлар. Вот так вот. Классно прочувствовали LGD, вот этот момент, когда они могут убить Лешрака. Очень качественно. Порядка 500 голды и, конечно же, большая часть этих денег достается гирокоптеру. Он доволен. Все-таки его перетяжка вниз пошла вполне успешно. И вот бегает Олчикин, бегает, думает, а где же тот самый гирокоптер, который должен фармить сейчас Таки? А его нет, он снизу Лешакатовый его убил. Поэтому Олчикин вынужден возвращаться на свой мидлейн. Есть левел шестой, вкачаны нюки, пока не полностью, но киллов сделать не получается. Более того, одного смерти было на ФБ. Да, Тиннику бы не помешало сейчас попытаться кого-то тут забрать. На том же центре, но пока не подставляют. То есть те, кто подставляются, это тот же Мэйби, они переживают проказ вообще без проблем. А те, кто не могут его пережить, они вообще прячутся пока очень активно. Это Дизраптор Виверна как раз и Шейкер. Так, там на топе нападают на Элевена. Будет ли Глимс? Да, Глимс есть. Ланэм будет перетягиваться к своему тиммейту. Усыпил он гирокоптера. Элевен вкатился на ММА и просто делает тэпуаут. В то время как сам Ланэм пытается уйти, но будет колдаун. Есть, правда, еще брейнсап, поэтому Ланэму там ничего не угрожало. Толстенький-толстенький. Бейнс с фулл хп был, не так просто его забрать. Хорошо, здесь разрулили ситуацию с Кармейс и с Бэйном. Поняли сейчас, наверное, что они будут встревать. Там терение, мол, чикен-то идет до конца, заутикейм подкидывает. А вот на Avalanche ММП не хватало. И даже быстро провязал стики все равно. Недостаточно. В итоге фраг сделать не удалось. Так, ну и 2-0 пока LGT начинают чуть получше. Были у нас убийства и Лишака, и Теня. Это очень важно. Два кор-героя погибали. Но при этом по крепстату все равно свои позиции сохраняют. Кор-герой и Хоум. Так что в целом преимуществ нет особого. Ровно, ровно. Действительно, все идет очень ровно. Тут все абсолютно верно. Но нужно тогда подумать, что происходит, если все идет ровно. А у противника Ember с гирокоптером. Они обычно всех убивают. Да, есть такой вариант. Поэтому в интересах и Хоум идти и начинать драться. Потому что у них Тини с очень мощным прокастом. У них Леший с очень мощным прокастом. Который играет через 4-ый стан и 3-ую молнию. Ну, у которого 4-ая молния появится там со следующего уровня. Так что нужно прессовать. Нужно давить очень-очень-очень сильно. Если хотят победить E-Home. LGD и Shaker, которые и в начале лейте неплох. И Viverna и Disruptor. То есть LGD вообще сейчас пик просто очень сильный. Вообще, да, конечно. Вот может быть для тех целей, чтобы убивать противника. Покупает сейчас Bane себе смок на топе. На топе, да, застрелили. Вот это вот, конечно, бешеный ММА, который уже апнул себе левел 6-ой. Обратите внимание, что, например, у того же самого Old Eleven на Тускаре левел 5-ый. Это АК, 4-ый уровень. И верно, 3-ый. Поймали Сайлора. Будет стан. И минус Сайлор. Должен быть минус Сайлор. Да, убивают его. Поставил кинетиком ММА защитный, чтобы самому уйти. Ну, такой хороший первый выпад от E-Home получился. Один килл они все-таки сделали. Ну, и там смок-атака Maybe вместе с DDC. Есть Хейст. Эмбер Спирид сейчас может быть крайне опасным персонажем, если Хоум не уйдут назад. И Бейн, по-моему, не понял, что с ним происходит. Да, Бейн сейчас будет поставляться под Сиринг Чейнс. Есть у него Брайн Сап. Он его юзает, пока Смок ОП приходит. Виверна 3-ого левела просто подставляет всю команду. Она ничего не может сделать. Вот этот Сплинтер Бласт, который может дать DDC, он вообще дэмджи не наносит. И надо просто убегать Maybe. Сейчас, кстати говоря, могут и Хоум что-то придумать, потому что подтягивается тени. Тут 4 героя. Будет ли проюзан Смок и обход за спину. Пытка нет. Юзают пока бота, лабузят друг друга, аркан-букцы... Ну нет, спалились. Ну да, тут уже все прямо спалились. Видно, что очень много людей. Кака, тем временем, внизу на Сталкере фармливает. Кака, пока мы видим, совсем участие в этой игре практически не принимал. 0-0-0 у него, там 14 добитых крипчиков. Очень хочется следующее дождаться, я думаю. И в эту ночь порваться с Даркнессом, каким-то своим дополнительным ультимейтом. Ну, скорее всего, да. Скорее всего, так он и хочет сделать. Мне интересно, как будет поступать Эмбер в этом случае. То есть, будут ли это барабаны для Эмбер Спирита? И попытка просто активно драться в начале игры, для того, чтобы увереннее выйти в лейт? Или это будет сразу лейтовый акцент? Ну, вот в Т-карте мы видели с вами Эмбер Спирита, который одним из первых артефактов прикупил себе именно Травала. И на статов особо сильно не одевался. После выходил в БФ. Здесь же в данной ситуации пока будет Аквила. Посмотрим, что дальше. И плюс видим, что Герокоптер будет идти именно в такого статового боевого именно на данный момент Герокоптера. Герокоптера. То есть, есть у него уже Аквилы, есть Фейзы, есть Брейсер. Будут Рам оф Энджеренс. И ждем каких-то вот, видимо, командных уже таких подключений стороны LGD. Залетает теоретия на КК снизу. Мэйбер подрубает Флэмгард. Чины пока не давал. Ставится кинетики, зажимает КК. Там уже пошли сейфтпшки в исполнении хом. Приходит Ламнем. И на развороте здесь может быть атака. Там слева еще заходит Сетивай. Ой-ой-ой. Мэйби может подставиться. Мэйби. Мэйби нажимает. А там, тем временем, ЕС приговорил Тускара. Причем в Солянова. Через Эхэслэм. А вот Зикет, неплох. Ты посмотри. Транквилос, Солуринг и 883 монеты. Да-да-да. Вот LGD сейчас вообще никто не трогает. И поэтому они очень качественно развиваются. Тут Сетивайя нашли, но... Не, почему? Не увидел подноверный Дизраптор. В итоге сейчас Народка нападает на топе. Но он убегает. Откидывает Фессуру назад. Отлично сжимает Сетивайя. Тут же Rocket Barrage. Ну, не хватает 60 дэмэджа. Да. И Сайлор улетает тоже. На развороте. Валенч, молнии. И все в порядке. Ну, вот так вот подключался Сетивайя. Довольно опасно снизу тем временем. Так. Слип на Мэйби. Ланэм пытается уйти. Его глимсует назад. Мэйби проснулся. Есть брейнсап от Ланэм пока жив. Слип пока держится на Дизрапторе. Но уже если проказ дал. Ланэм пытается тратить до конца с Мэйби. Ставит сетиврением Сатик Стор. Пришедший Левон помочь своему тиммейту не смог. И отомстить, в принципе, тоже. Поэтому пять фрагов сделали лжедевшим. А там еще и сталкер. Смотри, в мид забегает. Кака. Ставит вард между твурами. Там Мэйби идет за руной. Ему на перерез идет. Найт сталкер. Сталкер будет убивать. Вот он Сайленс, когда он так нужен. Накрывает Эмбер Спирит. И знаешь, этот Сайленс это большая головная боль для Эмбера. Причем, сейчас посмотрим этот момент. Так, Тинни. Тинни. Идет Винтер Виверну. Левел пятый. Нет Винтер Схёрста. Получает прокаст и погибает. Отличное подключение. Толчительное. Так вот. Если в той карте Эмбер Спирит вынужденно покупал Манта Стайл, потому что был ранний Орхит у бруды, то в этой карте нужно будет покупать Манта Стайл, потому что уже есть врожденные Сайленс. Найт Сталкера. Ну, да-да-да. Тинковать особо некому. Если Эмбер собирается Мансити как-то впитывать, то без Манта Стайла тут реально не обойтись. Много неприятных вещей можно получить. Ну, вернее, не то чтобы их совсем много, но те, которые на тебе, в принципе, крест ставят. Ну, типа, дали тебе Сайленс, ты прокаст от Тени получил, прокаст Лишака и... Да, и всё, и гуфнулся. До свидания. Поэтому, всё-таки, здесь, скорее всего, будет определённая потеря темпа именно в выходе на Лейт Олд Камбер Спирит домашнего. То есть, мэйби купят себе БФ, потом будет Саманта Стайл, только после уже покупать какие-то кристаллицы. Иначе, конечно, можно встрять. Но это будет немножечко попозже. Пока мы видим, что Эхом чуть-чуть отыграли. Сделали два хороших выхода. Товара у нас на карте ещё не падают. Ну, мне кажется, эта игра будет действительно затянутой, но если это так, то у меня плохие новости для Эхом, потому что у нас будет третья решающая карта. И боюсь, что на третьей решающей, если они опять возьмут вот такой вот... Точнее, изберут пассивный стиль игры. Потому что взяли они героев, которые могут, в принципе, воевать. Но стиль совсем не тот, что мы видели на первой карте. Ну да, нет такого давления, нет такого зажимания противника на его территории, на базе где-то, да. То есть, ну, не все ганги, в общем-то, в этой карте Эхом получают. То, что хочется отметить. Там Терен Ди Ди Си снова подловили. Есть на этот раз Винтерс Кёрс. Пытаются через Артик Бёрн как-то по кустам у нас лететь. И, да, получилось это сделать. Или нет? Или будут искать? Не, не найдут, не найдут никак. Телефорт на Нижний Тауэр. Тут Леши и Сталния. Сталния, в принципе, хорошая. Сталния суммарная. Там еще Snowball, Ice Shards и это минус. Хорошая Сталния зашла от Скивая. Я придумал новый термин прямо в доте. Удобно зато сразу два нюка. Ну да, да. Подожди, давай Snowball и Ice Shards. Как ты назовешь? Ээээ, не знаю. Iceball или Snow Shards. Snow Shards тоже норма, кстати. Да, хорошо звучит так. Придумали. Snow Shards. Запатентовано. Давай, я спасу. Не знаю, не знаю. Окей. Ладно, Тауэр теперь Василий и Хом. Свой Тауэр снизу и Хом его защитили путем убийства Кирокоптера. Но... Издавали, кстати говоря. Слушай, денег-то противнику особо не дали. А там Акстингберн теперь на КК. Есть Винтерскерр. Залетает в Мэбби через Ремнанты. Поджигает Флэмгарда. КК очень больно. Дал Саленс. Зато Долчики на развороте ворвался в интервер. Ну, конечно, здесь огорчил. И сразу же делается пауз. Знает, что у Мэбби нет чинов. И поэтому... Размен получился один в один. Да! И тому же Бладстоун у Сетевая тем временем. Слушай, Сетевай-то качественно подфармил. Действительно, на первом месте идет по Нетворсу. 6200. Бладстоун. Если сейчас нехило повоевать, то можно испепелить героев команды LGD. Ну и вот опять. Опять я буду проводить аналоги. Вот эти параллели с Сетеваем на КВПе. Ну, принцип тот же самый. Покупаешься ради Бладстоун. И вот это начинается по всей карте. И зарабатывание всяких зарядов на этот самый Бладстоун с блинком каким-то там. Ну, возможно, будет ужасно LGD. Я вот просто веду к тому, что LGD особый контроль нужно будет отдать на Сетевая. То есть, как-то его постоянно фокусить и держать. Ну, LGD вообще замес, ну, он не настолько сконцентрирован, да, как какой-то точечный удар, сколько на нажатии одной кнопки так, чтобы все все правильно сделали. То есть, это и Static Storm одна кнопка лишь бы накрыла, и Winter's Curse лишь бы нормально попал, и cooldown, и Shaker, собственно говоря. Так что, тут будет зависеть от того, насколько Y-Home будут грамотно позиционку вести. Если Y-Home не подставятся, они выиграют, возможно, без особых проблем. Потому что весь этот AOE дэмэдж будет распределен, там, по двум, по трём героям каким-то. Причём в разных местах, возможно. И таким образом получится пережить. Тем более, если там Мекканзом какой-то будет, например, я его сейчас пытаюсь найти. Да, ну, Мекку-то потихоньку собирает себе Туск. Ну да, он рано или поздно должен её выстрелить. Абсолютно с тобой полностью согласен. Так, теперь, в момент, посмотрим. Стану немножко не попал, если шаг. Кто пытается уйти, получает физсору. Идёт до конца аутики. Нет у него блинка, поэтому дальше теперь не получится. И неужели будет здесь ответная атака в исполнении HOME? Делается ТП-шку от Улчикина. Есть у него уже блинк, поэтому может внезапно сейчас зайти, кого-то там огреть. Сайлор уходит. Так вот, да. Первое, основной атрибут хорошего исполнения HOME – это позиционирование. Второе – это БКБшки. Да, да, да. Потому что здесь огромное количество нюков, которые можно избежать путём покупки этого самого заветного Блэкинг Бара. Это и Дисраптор, это и там какие-то раскасты ЕСа. Кирокоптер, да. Всё, всё это, конечно же. Вся магия практически. БКБ, БКБ тут тоже необходимо. Ты абсолютно прав. И сейчас посмотрим HOME в курсе, что им желательно собрать себе БКБ. Потому что пока что Леший берёт себе его. Это такая замена, скажем, Блэкинг Бару на 2,5 секунды вместо 10. Но ты всё равно можешь немножко сбить с себя прицел. У нас тут находят Ланема. Его убивают всей командой. Успел раскиставаться перед смертью немножечко противника. А, или он ничего не исчезли. Инфу дал. Инфу дал, всё нормально. Ну, он там Дивардингом занимался. Это, собственно говоря, был наказ. Так, теориенем Тинни залетает в Интерверну. Снова прокаста будет падать. Это минус. Лешак получает заряд на Блэдстоуне. Толкинг, кстати говоря, может стрять. А куда он пошёл? Можно вопрос один задать Тиннику, как он оказался между Хир 1 и Хир 2? В его защиту скажу, что на нём висел уже Тундерстрайк, и он никуда бы не ушёл всё равно. Там был бы Глимм 100%. Он, скорее всего, просто уводил прицел от своих тиммейтов. Ну, как вариант. Возможно, возможно. Так, ну и как? А забирать, кстати, Инвиз? Неплохо. И у Шейкера Блинг Дуагер. 19-ая минута. Неплохо у Тикей. Вот сейчас очень важно, грамотно его, во-первых, не показать противников, во-вторых, реализовать. То есть хорошо провести файт какой-нибудь. Что-то так внезапно я спошёл и убил. Ну и самый смак, самое идеальное состояние для ЕС этого будет, конечно, убийство Лешака за счёт его прокаста. Потому что, ну, начинает стивайм, начинает потихонечку зарабатывать заряды, выходить в топ по нетворцу. Это может быть проблемой. Ну, Лешак, он тем и был хорош в своё время, тем, что он очень качественно сноуболит. Вот именно из-за бластонов. Вот ещё, ещё, ещё. Но чем-нибудь накрыть его ничем не получается. Вот, светит. Вот. Светит, да. Не убили. Ну, ты знаешь, заряд на бластол не снесли. А это всё-таки немного хорошо. Да, вроде бы правильно. Но вот, например, в миде у погибла Виверна. А у неё и Бладстоуна нет, но это всё равно неприятно. Нет, конечно, конечно, то, что сбивает заряды, это плюс. Безусловно. Да. Винтер Верна – бедняжка. Причём, по итогу и первой карты, и, судя по всему, второй. Потому что, если уже суммировать её к ДА за две карты, там был 1.8, сейчас 1.4, получается, ну, 2.12. То есть уже… Ну, уже мало, да. А тенденция… Вернее, много, смотря от чего отталкиваться. Где много, да, а где мало. Да. Ну, тенденция такая, что Винтер Верна ещё будет умираться в этой игре очень-очень много. Есть такое предположение. Ну, ладно. В любом случае, 7-8 счёт, LGD пока ведут. Всё-таки по этому показателю, по графикам, видимо, и Home, всё-таки впереди, там, на 2.5 тысячи монет, по экспериенсу на 2.5, там, около трёх. Ну, в целом, такого обер-большого преимущества нет. Игра более-менее равна складывается у нас. Где-то получается Home Gang, где-то получается LGD. Да, пока действительно всё ровно, но я не устану повторять то, что Эмбер, Спирит вместе с Гирокоптером, Шейкером, Виверной и Дизраптером смотрятся в разы, подчёркиваю, в разы мощней, нежели вот эти пять героев команды Ехоум. Ну да, особенно если представить замес 5 на 5, конечно, вообще ужасно всё. Но справедливости ради отметим, что за 20 минут LGD так и ни разу одного замеса 5 на 5 не дали. Так, а им особо и не надо. У них одна задача выйти в лейт. Они видят, их не бьют, вернее, их не прессуют. Собственно, сплитим, фармим. Эмбер купил травела, бегает, где-то подфармливает. Хорошо, он держится там более-менее. На верхушке там отстаёт, конечно, от лешего нам на 2000, но ладно, такое бывает. Это не самое страшное, что происходит в жизни. Гирокоптер тоже фармит. Все фармят. Кому нужно фармить, у всех деньги есть. Тем более Шейкер уже с этим блинком норму минимум выполнил, всё остальное это уже не особо важно. Угу. Ну да, и действительно пока просто подфармливают LGT, не особо куда торопятся. С них вам надо торопиться, они непонятно чем занимаются. Они вот, ну, пытаются там дофармить на Тускаре мекканзом, там что-то, какую-то шмотку может быть на Лешаке дополнительно. Тинни ещё всё-таки тоже блинка и барабан. Это пока только самое-самое начало. Нужно выйти в аганимом останки раз и в БКБ в первую очередь даже, наверное, нужно будет тоже выйти. Ну и пока у нас всё очень даже спокойно. Пытаются топ подпушить LGT. Где-то снизу сплитит у нас и хоум. Мид-лейн практически свободен. Там бегает, передвигается CTY. Я уже смотрю, как тут рот поджидает жертв. И жертвы подходят. Подходит Ланэм, подходит КК, Фиссурка и сразу же телепорт. Ну, с их основным нападают на Ланэма и это минус Бэйн. На то, к терению Алл Чейкент пошёл в размен. Пытался немножко подраться с Мэйби. Дал прокаст, но не убил Мэйби. И от кулдауна тоже сам смотался. Ну, понятен был план. То есть там Фэйна зацепили. Значит, осталось не в фулу количество героев на топе. Слушай, Алл Чейкент опять за Олександ. Сейчас зря. Чины получают. Рокетберджа от Сайлора есть. Эвалинш неплохой. А с спины заходит ОВЦ Мэйт. Алл Чейкент прекрасно понимает, поэтому далеко не уходит. Есть сноубол Сайлора. С спины зашёл CTY. Прокаст дали. Гирокоптера просто-напросто огрели, убили. И, возможно, будет попытка зацепить ещё и Мэйби. Какао ускорился за ним. Пытается его нагнать. Нужно дать Сайленс. И воет. И будет ли какая-то поддержка? Не успевает Какао. Но успевает реагировать у нас Эмбер. Слушай, а там прямо в лапах ли широку прилетает Эмбер Спирит. Вот помигали, что он находится именно там. Но под Вардом пробегает Какао и Левен. Поэтому Эмбер сейчас... Да, он просто улетает. Он всё прекрасно понимает. Так что вообще произошло? Произошёл суперграмотный байт от Олд Чикена. Он прекрасно, видимо, осознавал то, что такого жирного персонажа, как у него убить Баражом займёт много времени. Да, Баражей нужно штуки четыре будет садить. Полных причём. Ну, он анонсовал, да, дождался подключения тиммейтов. Получилось действительно здорово. Хотя бы они отомстили за смерть Бэйна. И Тавр не так просто упал. Что тоже очень важно. Ну, в целом, скажем, поприятнее в этой игре выглядит LGT. Уже можно сказать, что есть какие-то осмысленные действия. Не всё так грустно. Ну и при этом Эхоумы тоже стараются играть первым номером. О, и БКБшечка на Гирыча подъехала. А вот тут первый курьёз для Эхоум сейчас произойдёт, если будет первый нормальный замес. Например, как сейчас нападают. Сайлар успеет ли нажать? Не успевает нажать БКБ! И тут, конечно, его просто вытрут. Какой Фиссуру Таллес. Ну, что это за ужас? Он пытался сбить Финс Грипп, но на прокат уже оттене пошёл. Ладно, Дурака продолжается. Пытаются убить DTC. Коллд и Брест здесь на Тлишака не спасает. Это уже минус два. Стивай делает Килинг Сприн. Ныряет дальше Ол Чикин. Подтоснул ММА. ММА попадает. Он вот здесь под Татик Шторм и Фиссуру. Глимсуют. Возвращают КАК обратно, чтобы дальше там... Ну, вышку зато заберут Ехоум. Ну, вот видим. Ехоум просто... Не знаю. Неожиданно, неожиданно нападают на Гирокоптер. Гирокоптер очень долго нажимал БКБ. Если бы он ему жмакнул, всё, он бы выжил 100%. Там урона с руки почти нет. Да, а тот самый мощный прокат оттеней бы просто-напросто не прошёл. Именно. А там полторы тысячи урона этот тенник нанёс в результате. Да, ну вот казалось бы, БКБ готово и всё замечательно, а это БКБ оказывается... А его ещё нажать надо. Да, его ещё нажать надо. А ещё нужно иметь крутую реакцию, чтобы не подставиться по такой заход от Эхоум. Ну, конечно же, нужно чувствовать карту. И как только сказал крутую реакцию, я сразу запоминаю игру Vichy Gaming против Virtus.pro, когда там ребята блинкались просто за долю секунды из-под горящего дума. Да, да, да. Это было просто... Причём вдвоём. То есть не просто рандомный момент, когда один ушёл, ты говоришь, а халява. Тут два типа одновременно просто вылетают. Да, там показывали мастерство микроконтроля, конечно, ребятки. Ну и здесь тоже, здесь тоже будет на что посмотреть, я уверен. Пока, правда... Ну, Саня, просто, откровенно говоря, не ожидал. Всё. Ой, Тинни, где-то приговаривали. Тинни минус Ember Spirit. Вот что это произошло? А, он Shadow Blade. Shadow Blade. Shadow Blade. Первую плюху Ember явно не ожидал такую мощную. Ну, возможно, даже немножко подбитый бегал. Да, и без активированного флэмгарда. И откладывается покупка АБФ. Это очень страшно, потому что уже 25-ая минута. Так, заходит кинетик. Здесь ставится ММА. Есть static storm. Мне самоудачно. Лдлэм только зацепил. А вот на развороте боится. Встречают очень радужно Сетивайка. Сетивайка Сетивайка. Но пока жив. Мека была провязана. Сетивайка на развороте диаболики подрубает. Пока под замедлением. Snowball дальше приостановили движение гирокоптера. Но есть Winter's Curse. Жив пока лдлэм. Ненадолго. Ландшак поднимает себя в Юл. Нужно, наверное, суицидиться. Покупает БКП перед смертью. И не успевает, кстати, сделать суицид. Его просто забирают. Тут еще и КК. Немножечко подпросил. Посмотри, посмотри, что делает на топе вот Чикен. Ты посмотри, какой он. Ты посмотри, какой он жесткий. А здесь ТП-шек-то нет. Ой-ой-ой-ой. Он не жесткий, блин. На самом деле... Ну ладно, ладно, жесткий. Я немного погорячился. Класс-то все сделали. Юхоум, да? Потеряли там двух героев. Забрали зато еще одного. А вот, ладно, могут еще Ланэм потерять. Это тоже может быть не совсем приятно. Ланэм еще продолжает отжираться. Ракетка залетает. Тут же подходит. Уже старый цыпленок к гирокоптеру. Говорит, лети, лети, друг. Но по Цивили Гирыча. Еще один Нюксайлор сгорает. Нитралы добили. Да, его просто добила Урса с Клэпа. Боже мой. Что происходит? Как КАП, потому что Тарасто против Дисяу и Сикена погиб. За драку LGT, конечно, здесь выиграли. Но какая-то фактическая была драка. Баттл-рекап, смотрим, минус 5 делали LGT, потеря только на двух героев. Я не понял, что за несправедливость? Где файт-рекап по Урсе? Я хочу увидеть это. Отдельная колоночка под нейтралом, да? Да, ну, неплохо, неплохо Урса сыграла. Замечательный Клэп. Ну, очень много дэмэджа выдают LGT. Там, 3600 гирокоптер, 2800 шейкер, там, 1500 виверна, которая просто бомж. Четыре рокот-береджа за замес, два флэкэта, два хоминг-миссал. Это фантастика, конечно. Ну, да, очень долго, очень долго воевали. Вот какой-то был бы небольшой плюсик для их, если бы они смогли снести на топе tier 3. Вот это было бы вообще реально очень круто. Даже, может быть, было не столько жалко потерять всех персонажей, но тавр не снесен. Вот шейкеры идут убивать, но, по ходу, не успеют. Да, еще Мэйби подтянулся. Говорящий к Дау Мэйби. Покупает он себе БФ, левел 13. Eleven до сих пор в инвизе. И, возможно, будут сейчас огорчать этого героя. Ну, Eleven, да, что-то стесняется немного нападать. Хотя под лешего, например, могли бы попробовать. Возможно, понимаешь, что тысячу хп все равно не смогут сбить. Тинни продолжает свои путешествия по карте. Сейчас будет Шотлбейд заходить, искать цель. Где он тут самый вкусный Винтер Виверна? Да? С гемом. Теперь не такая уж и вкусная. Да, с гемом можно под Винтер Скёрс. Горчинкой, горчинкой отдает вот Виверночка теперь. Угу. Так, что у нас там Сталкер себе делает? Сталкер купил себе Огр Клаб. Возможно, будет БКБ. Где Леший с его БКБ? У Лешего есть БКБ. Есть десятисекундная БКБ. Перед смертью купил. Замечательно. Да, да. Хорошо. Леший с БКБ. Тинни бы тоже БКБ блокнорм. Короче, всем БКБ. Да. И вот Толл Чикин погибает. Добегался. Ну, забежал он сюда даже не под Инвизом. Он просто забежал. Не знал, что его там выжитает. Инвиз, естественно, не спас, потому что есть гем. Ну, и вот минус Тинни. Хороший фраг. Очень нужный. Очень вовремя. И пока Тинни отсутствует, можно даже немножко тердва подмять. Да, ну вот мы видели. Пока U-Home действительно хотят драться и вроде бы грамотно нападают, там немножко неожиданно, у LGD могут изникать проблемы. Но если LGD сами хотят повоевать и сами качественно влетают, то тут уже у U-Home огромные проблемы с шейкерами. Пошел, смотри. Аутикей на исходной позиции. Есть Тир-1, поэтому команда может подлететь и помочь. И Аутикей пропустил тот момент, в котором он мог залететь по их. Ну, а он бы там вряд ли кого-то забрал. Но тиммейты подтянуться-то могли. А, отлично, ЭТП Эмберспирит. Отлично. На катапульту, которую добили снизу. ЭТП сразу. Да, да, это грустные телепорты. Ну что, Тинни сейчас возродится. По-прежнему топовый по всем статьям Лишак. Покупает себе плейтмейл. Ну вот, предчувствую я, что появится Шива-Сга, дальше Акта-Ринкор. И вспоминаю я этих самых Лишаков с предыдущего патча. Идет вот эта вот туша большая. БКБ с Акта-Ринкором. Сверкает, горит. Да, опять же, это выглядит очень красиво на бумаге. Но на деле, если против него выходит Эмбер, который из тычки выдает полторы тысячи крита, вообще пофиг. Рот, да ладно, он еще успел отъехать, но его все равно убивают. Успел отъехать. Мегакилл, кстати, был у Шейкера. Уздикий действительно хорошо уже врывался, да. И вот нашли стаки, все же очень хороший врыв был. Тут такой Римнант. Беспалевный. Подъехал. На этом претендовать полутолжетином забору этих Эмчинтов. Мне хочется задавать противнику. Все-таки там много. И побежал снова Тинни-Тинни. Пошел под инвизом и не боится, что ли. В очередной раз гейм. Может быть, он не понял. Винтер. 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 Вот у него есть два штуки. Вот он залетает на один. Аутикей дает фиссуру по сетеваю. Чейные пошли. Рокет Вереджих. Он в мислу ходит никуда, потому что EOL от сетевая. Пытается пока спастись. Главное мысль, что будет страховать. Глимер дает на сетевая. Ну и вот так вот вроде бы удалось засеймить. Только не, видимо, в КК. Потому что он может подставить сейчас. Аутикей дает фиссуру. Пошел у нас телепортейшн от Мэйби. Прям на крепочка. Ну да, должны быть фисты. Есть рингчейнс. И забирают Найт сталкера. Минус три. И в очередной раз я не совсем понимаю, почему Тинни так плохо исполняет. Вот большой вопрос. Второй раз подряд он заходит и не делает ничего. Забегает как кусок, ты имеешь ввиду? Ну да. Вот он сейчас посмотрел, как бы гирокоптер просто убил Снюков. Все. И ничего не сделал. Герой в прошлом с одним из лучших Нетфорсов на карте. Сейчас уже топ-4 стал. Он сейчас снова чуть не подставился. Силяет Тауэр. И наконец-таки покупает себе Огар Клаб. Вот Old Eleven. All Chicken точнее понял, что без БКБ здесь никак. Без БКБ тут совсем тяжело воевать. А все-таки это будет агоним у сталкера. Не БКБ он тебя покупает. Просто решил начать с Огар Клаба. Вообще есть в этом тоже смысл. Мы видим, что Импер Спирит, откровенно говоря, наглец. Он не покупает против Сайленса каких-либо артефактов и вэтища. То есть какой-то манта-стайл. Поэтому, если купить Аганим и ГЕМ, можно инициировать первым в Эндер Спирит и давать ему просто Сайленс. Да, можно так делать. Ну вот поглядим, кстати, сейчас на то, будет ли Найт Сталкер пытаться как-то обузить эту фишку Сайленса. Потому что что-то до текущего момента я не особо замечал подобные эпизоды именно со стороны Найт Сталкера. Ну да. Хотя, вроде как, он обязан нажимать кнопку. Ну драка-то просто начинается от Вратителя для Ихома. Начинается с того, что просто умирает Тиня. Короче, рассказываю, как должна начинаться драка. Драка начинается с того, что нападаешь ты, а не на тебя. Подожди, давай-давай, подожди. Начинаем. Теория идеального замеса. Поехали. Дело даже не в теории идеального замеса. Дело в том, что ты должен нападать. Это одно из правил теории идеального замеса. Такое неписанное правило. Ты нападаешь первый, ты контролируешь драку. От защиты играть тяжело. Особенно если, например, для LGD. Почему против LGD тяжело играть от защиты? Потому что там есть шейкер, ты можешь не нажать БКБ. Потому что там инстантовый каст, сразу со станом. Потом тебя просто накрывают статик штормом и ты умираешь. Все очень просто. Еще и Виверна с Интерскерсом. А у Яхомов надо, в принципе, напасть первым. Чтобы Тинни качественно со станом залетел. И там уже Сталкер с Сайленсом заходит. Ну, как азот в переднем подловили. Спокойно заправили. Еще один минус. Да, 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 да. И сейчас мы видим, что впервые, почти впервые за все время игры. Начиная с десятой, наверное, минуты. Впереди у нас команда LGD. Да, немножечко совсем. Буквально на несколько сотен. Но это уже неплохой задел. Потому что в Лейте герои намного сильнее. Да, и вот тут очень интересно будет посмотреть вообще, как эти замесы будут устраиваться. В том плане, что пока БКБшки есть, мы видим, что ЕС, там как-то Дисраптор, другие персонажи уходят на второй план. Но как только БКБшки будут заканчиваться, будут становиться 5-секундными, то Лешак снова обретает свою силу и мощь. Вновь приобретает свою силу и мощь у нас ЕС вместе с Дисраптором. И они будут очень качественно смотреться в драках. Может не дойти до 5-секундных БКБ. Вот в этом дело. Могут просто ребята из LGD за эти 5 секунд успевать убить всех. Потому что гирокоптер, например, уже понимает то, что хватит ему там барабанов и аквил для статов. Не хочет покупать сашуяшу и правильно делает. То есть он просто выходит в БКБ и манки кинг бар. На урон пошел. На урон. Правильно, правильно, правильно. Мог Южайк тем временем на LGD. Могут уйти сетевая. Кстати, кстати. Ооооуу, ошибочка! Сетевай! Успеет ли прожать БКБ? Надо пожмать БКБ, но будет Винтерскертс. Он загоняется. Что Он загоняется? Как? Пора раз подряд. Ну ладно, да. Я вообще немного запереживал, думал шейкер просто жмакнет ЭХ слэм и с этого начнется. А там просто его бежали, что-то начали месить, убивать, строит, ничего не делает, ну ладно. Потерями мало количества ресурсов забрали от самого Лишака, это очень важно. Сейчас внизу можно будет еще один файт устраивать Сал Чикен. Тосом забирает вышку, Климер Кейп на него пока жив, на развороте его аутики откидывает Севеланча, но дэмэджа не хватает, чтобы убить. И в итоге Сал Чикен отходит. Осталось какие-то там 600 монет до покупки полноценного БКБ, когда он будет более-менее боеспособен. Да, ну и что у нас там Сайлор? О, Сайлор добрался до своих любимых вещей. Эншент Крипчики, вот они стоят сладкие. И скоро стоять они тут уже не будут. Облаго, много денег. И суппорты рядышком, конечно, экспириенс нужно подворовать, потому что и Винтер Верни, и Дисрафт, ну на самом деле не так много, остается до 16-го. Вот уже 15-й Винтер Верни, например. И да, приятные ультимейты имеют максимально вне покачки. Сейчас, конечно, Ехоум очень сильно прогадали с идеей. Драфт, возможно, и неплохой, но исполнение. В этот раз исполнение отсутствует. Оно неплохое, оно просто отсутствует. То есть они не дерутся, хотя должны были, не давят, хотя должны были. Еще там 2-2 Таура стоит у LGD на 35-й минуте, когда у вас там леший Тинни с Тускаром, с которыми вы можете просто нон-стопом драться вместе с сталкерами, естественно. Ну и дэмош по товарам хорош, естественно. Да, да. Ну и Тинни, и Тинни тоже выходит такой специфический немного билд. Вот этот Блинк, Shadow Blade, БКБ, то есть он почти никого уже не убьет, потому что он уже много артефактов инвестировал в непонятно что. Ну, то есть каждый из этих айтемов, конечно, можно как-то пытаться обосновать. То есть используя... Не, понятно, для своего времени. Да, вот. Для своего времени, да. Они были неплохи. Те вот две смерти, которые подряд были от Тени, они немножко сбили тайминги, безусловно. Ну да, с Блинком он фраги сделал. Купил Shadow Blade, мы помним, убивал Эмбер Спирита там, по-моему, один или два раза. Купил БКБ, потому что, в принципе, нужно БКБ. Мы это подмечали еще на стадии early game, а что без БКБ дедраться хомбом не получится. Да, но дальше что делать? Дальше у тебя уже три слота, уже много-много-много денег потрачено. Непонятно на что. Ну вот появляется Шивас Гвард у Ситиуая. Ситиуая там 21 уровня, что-то бегает, фармит. Вот в этот раз, походу, тот чувак просто отошел куда-то. Который в прошлой игре дал плюху и сказал, идите давите рампу. Но, честно говоря, я не уверен, что у них это получится. Да, у них это уже вообще никак не получится. И вот тут сами LGD уже играют. Ну, все, тут время осталось... Ну, как бы, дело за малым. Дело ровно за тем, чтобы LGD просто успели выйти в нужные для них артефакты. И не накосячили в драках, что тоже очень важно. Чтобы все прожимали вовремя, потому что всегда можно закинуть даже в ситуации, когда вы, в принципе, на коне. Да, когда вы чувствуете себя хорошо. Ну вот, забрали Тер-2 без особых проблем. Сейчас можно перетянуться, забрать Рошана, наконец-таки. А то он скучает давно уже, один стоит. Что было делать в это время? И потом, конечно же, пытаются сплетить. Единственный их вариант. Вот, сносить Тер-2 по миду. Но тут, ты посмотри, Винтерверно уже ускоряется под хостой. Будет загадить на Ол Чикена. Перепрыгивает Ол Чикена, форстапается. Вот же, как думать, что... Толпа просто непонятных каких-то вещей. А савсил Телевда, пусть он умрет, это фейл в исполнении Винтера Виверно. В исполнении всех вообще, мне кажется. Да, вообще Виверно. Виверно, она там просто рыскала, знаешь, типа, как, я не знаю, бешеная ищейка. И там, и там надо посмотреть. Вспомнил, что в прошлый раз он кого-то заметил, начал разворачиваться. Это один из немногих моментов, когда хейст, наоборот, во вред прошел. Ты понимаешь, он слишком быстро, и он своими героями правиться не смог. Ну, цепили в итоге Тускара. Ну, в любом случае, скажем, такой ганг прошел, фраг сделали, и поэтому пытаются Рошана забрать. Конечно же, сплитит. Скади, боже, это даже не Монтай. Я думал, что это будет Монтасайл. Ты знаешь, это похоже на то, что это ненадежный артефакт. Ну, да, такой в средней фаршивости. Я не знаю, там нагнетают комментаторы, но я что-то не понимаю, что происходит. Сол, Эвалан что-то прописал. Рошана забирают Дайер. Кто забрёт Аегис? Аегис пока лежит, забирает Гирокомтор. Драка под ПКБшками продолжается. Хорошо, идёт, кстати, Шторм. Слушай, Сайлар. Сайлар горит. Правда, эти не погибают первые, но это только минусы Гида. Леший, да, подрубил там все свои скиллухи. Воюет. И сейчас поглядим, хватит ли мощи. И бьет от рот. Сахар слоевом пошёл. Неплохо Винтерс Блаз залетает. Минус Бэйн. Ситивай пытается скидываться и молниям. Сайлара можно подловить, но Ситивай все. Надо убивать от роля. Надо убивать. Да, ему просто контроля. Ставится на него ракета. Тут же ещё Эммер Спирит с чинами дынается. Товарищ Леший, ну и пофиг, что он дынается. Тут же Виверна. Колден Рейс отлично поцейвил. А Сайлара начинает расстреливать. Ещё есть чины по двоим. И это будет смерть. Минус четыре уже. Кака нужно догонять. Писура. У Тикей ныряет дальше. Должен быть какой-то тотем. Подвязали чинами. Минус пять. Делают LGD. Это был превосходный файт. Да, грамотно-грамотно разыграли Лешрака. Грамотно его раскайтили. Переждали вот этот период, когда он был просто непобедим. В БКБ горит всё вокруг. Все просто разбежались и ставили одного его в рошпите. Да, мне очень понравилось, как там роля вот этого подконтрольного. Хоп, сеточкой. В то время даже Герокопт хотел добивать. Да, там сеточка заканчивается, фисурка залетает. И Леший стоит, стоит, стоит. Не знает, что ему делать. Потому что он просто находится под огромным количеством контроля. Ну, что я могу сказать. Вот всё, приплыли. Теперь уже окончательно и бесповоротно приплыли E-Home. Потому что до текущего момента у Эмбера всё было средненько. Сейчас у него всё суперкруто. И у Герокоптера всё настолько шоколадно. Да, да. Ну, а Тиня в очередной раз погиб за месть. Денег он особо не заработал. Он смог снять только Аегис. Если бы удалось там как-то подмикрить и Аегис воровать, всё могло бы быть иначе, конечно. Да, не получилось. Ну, вообще, сама идея от Ахома, она, в принципе, была неплоха. Потому что очевидно, что с просто халявным Аегисом, LGD бы, ну, прошли, я думаю, и заходили на хайграунд уже, как минимум. А так, ну, взяли, скажем так, себя в руки, пошли, повоевали. Надеялись, но не получилось. Ну, давайте посмотрим, что будет происходить дальше. Аегис сейчас у LGD нет. БКБ-шки кончаются у всех кор-героев. И только лишь ЕС только-только прикупился. Десятисекундное БКБ. А у Тикей, признаемся честно, да, в этой игре хорош. Но он просто хорош. С Эхослэмой влетает. Линию свою отстоял шикарно. И посмотрите на его КДА. Десять, один, семь играет лидер команды LGD. Да, без заговора, честно, пока лидер. Но вот в прошлой игре там все у него пошло не совсем гладко. Сейчас мы видим, получается у него, возможно, немного разозлил его прошлый матч. Ну, вообще, вот эта сама возможность капитана взять все в свои руки. И в моменте, когда команда уже практически чуть ли не вылетела, да, одной ногой находится за грани этого турнира, он просто берет ЕСа и исполняет. Так, как должен исполнить настоящий ЕСа в игре. Ну, вот это очень важный пункт, то, что он исполняет. Взять ЕСа – это дело нехитрое. Тяжело именно качественно ворваться. Так, ну и мы видим, вот он, сталкер с аганимом, начинает подсвечивать, видит Earthshaker. С аганимом без гема. Вот это вот такой моментик. Гем тоже дело наживное. Я думаю, небольшая проблема будет его купить. Да, да, нужно доформить. Пока главное не скуклиться преждевременно. Покупает себе Point Booster, но вот выход пошел в Actarian Core. Это тоже понятно. Тини денег прибавляется. Мало, пока рассчитываем на какое-то другое. Ну, это проставина жирокоптера, и тебе все станет ясно. Ну, реально жирокоптер. У него БКБ, Traum of Engines и Сатаник. Решили просто пережить вот этот проказ Лешрака, чтобы он на дистанции не смог качественно действовать, чтобы долго-долго-долго сжигал там этого Эмберспирита, этого гирокоптера. Действительно, хороший выбор артефактов. Ну что, Ихоумы стягиваются на медлинию. Сделал ТП у нас сюда Сетивай. Не готовы, судя по всему, давать бой, пока держатся за своим тавором. Ну и давайте посмотрим, как же будут позиционировать себя персонажи, обеих команд. Залетают пока Ice Shards. Крипов на себя переагривают. Yes, Fissuru там, по-двоим. Туда же Винтерскер, Сеха, Слэм. Неплохо залетели, Сетивай без КП остается. БКП прожимает, поднимается, Юл пока живет, но это ненадолго Сетивай сейчас просто-напросто погибает. И демиджи Ихоум не вносит вообще. Да, вот Мэйби, Мэйби поймали Финсгрип, но ему, честно говоря, практически пофиг. Хотя не особо пофиг, остается 300 хитов. Он под Сайленсом. Еще одни Fissuru успевает уйти. Времнат еще раз успевает уйти. Элевен ушел до конца, но не поймал противника. А, вот это может быть ошибка. Хотя нет, там в кулдауне находился. Все, в кулдауне находился, действительно, все. Олл Чикен, ну что ты сделал? Он бежал под инвизом, за ним почему-то не дал тост. Тансирует сейчас Лишакада максимальную дистанцию. Сетивай поджимает весь проказ. Сайлер без БКП будет подставляться. Станом не попадает Сетивай, но демиджа магического слишком много. Входим, погибает гирокоптер и смогли все-таки его поймать. Я думал, что Олл Чикен сейчас сразу все сделает как надо. Да, он рисковал, потому что Хомин Миселл за ним летел. Он, по идее, это должен был видеть и давать нюк, но... Ну да, немножко замешкался. В итоге получилось то, что хотелось. Я вообще не понимаю, как он добросил этого Лешего так далеко. Такой рейндж, это вообще-то просто... Я сейчас попытаюсь прокертить. То есть вот отсюда, получается, вот отсюда докинул. Ну да, где-то очень-очень далеко. Что это за рейндж, объясните? Это какой-то чит. Это действительно чит. Айсфрок фикс зис плаза. Не, ну в принципе, я вот так посмотрю, то да, получается там плюс-минус примерно так. Ну, это, знаешь, это если очень захотеть. Да, можно в космос улететь. В данном случае почти верно. Ну так и получилось. Да, единственный, конечно, минус. Ну, не единственный один из минусов для Хомин, то, что Мишак делал байбэк. Все же. Да, 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 да. Все осталось. Сейчас один хороший замес, можно лишиться стороны. Ну и у Мэйби уже Дейдалус. И дальше можно продолжать тоже собирать, по сути, все, что угодно. Можно и МКБ доделать. Можно какой-нибудь, какой-нибудь что, что хочешь, короче. Какой-нибудь, что хочешь, да. Ну, тот файт показал, что Мэйби все-таки имеет возможность подставиться. Там ХП довольно сильный. Ну да, ну его совсем долго ковыряли, понимаешь. Он прям совсем был один. Все уже далеко убежали. И, видимо, в момент, когда уже Мэйби там просто голос сорвал свой. И он говорит, где вы сейчас, приведите, спасайте меня. Тогда вот только-только за ним уже вписалось там пару тиммейтов. Причем он сам себя-то фактически спас. Да, он и то. Да, он сам спас себя. То есть это было жесть. Там одна фиссура, кажется, вот от рот полегла. Какая спасительная. Мол, ладно, живи. Команда, конечно, занята была довольно важными вещами. Ни тени не убивали, но, тем не менее. Получилось так, как получилось. Но вот Гиперстон, кстати говоря, вообще каким-то не делал байбэк. Это к нему огромнейший плюс. Потому что у него появились деньги. Деньги, которые он будет инвестировать в Assault Keras. Но потихоньку выходить свои артефакты не хочет. Хочет термориструки носить. Найлоев, но набросились. Опять замечательная реакция от игрока команды E-Home. Вот Икей на блинках пытались кого-то подловить. Не вышло это сделать. E-Home избежали атаки. Так, так, так. Ну что ж, очередной заход от LGD. Или сейчас уже не пойдут? Если гему покупает Bane, даст его сейчас насть сталкером. Там два гема есть у LGD, на секундочку. Ну просто два. Ну maybe и у DDC. Ну почему бы и нет. Как там один гем хорошо, два гема лучше. Два гема хорошо, 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 хорошо. ММА, кстати говоря. Вот очень-очень-очень важная сборка от ММА. Если удастся купить себе Аганим и накрыть того же самого Лешака. Вообще его обезвредить. Недастся ему не сделать одного нюка. Ну тут да. Тут и Bane, и Тусика накрыть тоже не помешают. Достаточно такие противные персонажи. А тут что, кучкаются ребята? Вы что, Смогу сдумали делать или нет? Ну Смог есть вообще у Bane. Могут попробовать сейчас как-то заныкаться. Пойти попробовать прорашить по одному из направлений. А как раз в это время LGD занимаются ровно тем же. Они сейчас увидят, сейчас Шекер просто ворвется в двоих. Он просто ворвется в двоих, хотя нет. Размерти ужасный, ужасный винтерский расспорт. Все ужасное у LGD. И они сейчас будут умирать, потому что Лешему только такой старт за место и нужен. Подходит AllChicken. Ждет за AllTK. Малтики под BKB слишком много. У него там BKB длится. Поэтому AllChicken не может у него раскастоваться. Залетает Evelyn, чтобы подставлять 6TDC. Их Golden Brace. Мэйби дает фисты пока не особо сильно. Тосс. AllChicken дает до конца BKB сейчас у него тоже закончится. Не добывают EDC. Пошла очередная фиссура. Как она не может уйти? Салара поймали. Салара поймали возле Рошпита. И его испепеляет лишь рак. Финкриппл на Мэйби. Мэйби пока под Саленсом. Бегает, вертится. Пытается жить. Саленс кинулся. Есть чины. AllTK поймали. Пытает сделать паут, но это не работает так против Сетивая. Сетивая его останавливает своим станом. Минус 2. И Мэйби должен уходить. Проваливаются LGT. Вот, вот. Помнишь? Я еще в самом-самом-самом начале сказал. Типа, ну вот, если один даст ульт в одного, другой даст ульт в другого. Урона не хватит, дизейблов не хватит. И все пойдет наперекосяк. Сейчас это по-прежнему работает правило. В итоге Винтерскерс был в одного. Шекерли влетел в другого. И неплохо сыграл. Я вообще удивлен. То есть, ну вот смотри, да, Винтерверна залетает. Вообще, к Винтерверне отдельный разговор. У него две цели. Она видит Найт Сталкера и далеко видит Лишака, до которого... И она будет Сталкера в Ultimate в КК. Зачем? Зачем? Это бомжи Сталкер. Ну, то есть, он дает только вижен. Да, это с тактической точки зрения неплохо. Но он вас не убьет сейчас. А Лишак убивает. А Лишак убивает. Да, в итоге отразительный драк и для LGT. Потрясающе получилось в итоге для Ихом. Они убили двух важных героев. Двух коров. Снесли тир-2. И заработали большое количество денег. Там еще и кинни пвпшится сейчас. Мэйби, ты в курсе? Там пассивка есть. Короче, ты можешь еще раз удариться и умереть. Ну да, он улетел в итоге. У него осталось там 700 хитов. Ну и, кстати, видно было в этой драке, что Мэйби не особо дэмэдж дилер, если противник бегает обы где. Да, вот по всему замесу в разные стороны. Мэйби фистами цепляет только по одному персонажу. А пока у него кулдаум, он не терется. Потому что не может. Ну да, и против тини в ближнем бою не так комфортно себя чувствует Эмбер Спирит. Он только что разоку от пассивка ударился и отплатил две плюхи от тини. Это уже больно. И получается что? Получается Эмбер Спирит, последние два артефакта какие он себе купил? Он купил себе Айов Скади и Блинк Даггер. Ну да, они ему в бою не дают почти ничего. Да, да, да. То есть ты впитываешь вроде бы, ты что-то там мансишь. Но убить ты уже слабо можешь. Как бы Лешрак, он Лешраку собираться в жир, это нормально. Потому что он просто нажал там пару хлопок, бегает, горит. Там еще иногда руками может бить. Причем руками совсем не обязательно. Главное позиционку качественную вести. А ты, боец, ты же убийца. У тебя сабли в руках, саблями на дах. На бедахе делается, да? Да. А пока не получается, не режешь никого почему-то. А там уже Акторинкору Лешака появляется. Вот теперь, если у вас не хватит бёрста, если вы не сможете запокусить грамотность сетевая, то он запокусит вас всех. А теперь, да, теперь первый вопрос задает Роман из Франкфурта. Какого черта, собственно, где артефакты у Гирыча? Возможно, в курице что-то есть, заглядываем и видим, что... Можно досрочный ответ? У меня досрочный ответ есть. Давай, давай, давай. У нас же одним из первых погибает за мест. У него нет денег, он не заработал еще на артефакты новые. Типа, БКБ, МКБ, Сатаник — это хорошая сборка. Но сейчас уже этого становится совсем мало. И, я не знаю, какой-нибудь там условный бутерфляй... Ну, дэмош, слушай, конечно. Да, очень-очень пригодится. Ой, Сайлор, да, выходит, залетает Олдэлевен первый, также Алдчикен, БКБ прожимает Сайлор, пошел Тос. Ставит, кстати, штор, но он неудачный получился. Залетает Олдэлевен, пока подставился он один. Сетевая сейчас пойдет за мест, пока ждет. Сетевая думает, достойно ли его Королевское Величество заходить. И вот он заходит, ловит сразу же арки... Винтерский Орс. Да, хорошая фиссура отродка. Сетевая продолжает покусить. Сетевая попадает под раздачу и умирает здесь. Да, и вот теперь ответка от ЛДД. Олдэлевен они тоже будут убивать, остальные просто пытаются ретироваться. А вот КК возможно и подставить. Сейчас уж Тарсик Берн пошел. Мэйби ускоряется на ремнатах, а ОТК выдает хорошую фиссуру. КК выдает Войт, пытается утиклим, санули его прямо под эту самую фиссуру. Убили, отобрали гем. Минус три и триплкил сделал самый Сайлор. Ну, вот, видишь, одна ошибка. Неважно, при чем, с какой стороны она делается, она моментально наказывается командой противника. И, в принципе, да, вот только что перед замесом разница по деньгам была там две с половиной тысячи. То есть команды предельно равны в плане экономическом, да, в плане там имеющихся артефактов. И, как мы видим, если косячит Ехоум, они разваливаются очень быстро. И сейчас Лишак просто без байбека, а это, скорее всего, минус две стороны. Ну, да, я почти уверен, что это будут две линии, потому что на топе там еще тир-два стоит. Ну, вообще, просто в том замесе зашел один Лишак, и больше не зашел никто, к сожалению. И даже Лишак, он такой, типа, блин, идти или не идти, там вроде туск, да, может как-то зайти туда, потусоваться малость. Говорит, не, ну ладно, ладно, туск типа просит сильно, можно пойти за него вписаться. Да, и Тинни был не особо хорош в таких драках, демодж особо не нанес, не боятся, не боятся. Ну и две стороны потеряли у нас Ехоум, ну что ж, LGD, есть у них прекраснейшая возможность в этой игре просто-напросто... Сейчас сравняют что-то в серии, если они доведут дело до ума. Две стороны это уже заявка на победу. Да, и нужно на имбире продолжать собирать, точнее, начинать уже продолжать. Он как вначале начал, это Battle Fury, потом Дейдалус, потом немножко переборщил с живучестью и мансингом. Ну, теперь нужно опять соврать что-нибудь на урон. Может быть манкикингбар, может быть второй Дейдалус, например, тоже неплохое будет приобретение. Там аганим у Дизраптора. Да, да, но ультимейт-кеш такой себе поставил в прошлый раз у нас Дизраптор, но тем не менее. Ну, сейчас на самом деле, какой ты не поставь, это будет все равно полный пипец. Если ты хотя бы в центр драки просто его воткнул, это настолько серьезно ломает позицию противника, потому что он даже, ну, ты наступил у него, все, ты подумал. То есть его надо оббегать, его надо как-то избегать. Ну, нельзя, нельзя под него подставляться. Даже не важно, попал он изначально по кому-то или нет. То есть даже если он просто в замесе, это уже неприятно. Согласен. И что очень неприятно сейчас для их ОМ, такая вот для них новость сейчас появится, потому что ДДС купил себе рефрешер Орб. Это будет два Винтерскерса. О, мой бог, как же это больно. Это будет очень больно. Я не завидую ни Лишраку, ни Тиней, потому что даже одного удара, возможно, не... Видят, 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 видят. Все друг друга видят. Сайлора видят. Вот она Виверна, взлетает. Будет ли Винтерскерс? Винтерскерс. Винтерскерс говорит DC, я убью тебя, Насталкер! Вот Винтерскерс теперь на Сетевая. Хорошая Кослэм дальше залетает. Сетевая пытается развалить. Разваливают даблкилсайл. Чики нас сажали в Кинетик Статик, убивают тоже. Отличная драка от LGD. И безоговорочная капитуляция команды Юхум на этой карте. Ты знаешь, Винтер Верна в этот раз она просто забайтила на первый Винтерскерс. Они уже поверили, говорят, она лоханулась. Да, да, да. Выглядело именно так. Суверн говорит, я Дегрот, я кинул опять в того слабачка вашего. Идите, деритесь с нами. И в итоге получился такой, процитирую фразу из фильма «Такси» «Дурацкий байт». Точнее, а байт на дурака. Говорят, что за дурацкий байт? Не дурацкий байт, а байт на дурака. Так и произошло? В итоге, да. Так и произошло.